Приветствую вас, в принципе, я поддержу своего коллегу, значит, в его ответе вам, коллега-коллега, все хорошо и четко вам расписал, вот, не думаю, что здесь вообще можно именно, вот, в контексте коллеги что-то добавить, вот, но я за свои стороны хотел бы немножечко, ну, скажем так, немножечко, может быть, по-другому отметить ту ситуацию, в которой вы оказались. Начну я, пожалуй, с того, что замуж, так, замуж, да, заведующий отделением учебным, да, заведующий учебного заведения, это взрослая женщина, да, взрослая женщина, соответственно, там, скольких-то лет. И я думаю, что взрослая женщина, скольких-то лет, в общем-то, немного странно себя ведет, требуя извинений от от ребенка. Она настолько неуверенна в себе, она настолько неуверенна в своих силах, что нуждается в том, чтобы перед ней извинился ребенок. Вот вы сами как считаете это нормальным? Для подростка же извинения, причем извинения именно за вот то, что произошло для подростка, для подростка, это является унижением. Причем унижением откровенным, унижением достаточно сильным, мощным и, в общем-то, я полагаю, чувствительным для вашего сына. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, нужно послушать версию завуча. Тут я с своим коллегой полностью согласен. Версия завуча. Послушайте и, соответственно, тогда уже примите решение, стоит ребенку извиняться или нет. Хотелось бы напомнить вам, что извиняться вашему ребенку имеет смысл только, если он реально оскорбил или унизил, значит, учителя. Ну, то есть, вот, заведующего отделением, заведующую отделением. То есть, заведением учебным. Вот. Если ничего такого не было, если он не оскорблял, значит, ее, да, то есть оскорбление нет, то в таком случае мне кажется, что у педагога имеет место быть не что иное, как эго. То есть, это именно эго. Вот. И, соответственно, идти на поводу у эго взрослого человека, ну, не стоит. Потому что, как бы, если вы извинитесь, если вы извинитесь и извинится ваш ребенок, при этом извиняться фактически будет не за что, то потом вы будете извиняться постоянно. Либо сам педагог будет злоупотреблять тем, что вот вы унизились, да, и, значит, снова и снова будет вас требовать или от ребенка требовать и так далее. Вот. То есть, необходимо понять, необходимо понять, что извинение – это унижение. И если извинение по делу, то это, значит, нормально? Что извинение не по делу, а именно так это выглядит, эм, вот исходя из того, что вы написали, да? Что это просто унижение. Просто унижение и все. Вот. Поэтому выслушайте то, что скажет вам дальше, я уверен, что он будет у директора. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, вы сможете сделать какие-то выводы для себя и, вот, именно, именно исходя из этого, вы уже будете думать, что вам делать дальше. И, соответственно, как вести себя, если по, эм, ну вот, по ощущениям вашим, эм, внутренним, эм, ребенку извиняться не за что. Вот. То, извините сами, вам как более, вам как более взрослому человеку это легче будет. Вот. Но, скажите, что ребенок, ребенок мой, вот, в силу того, что у него, там, такое заболевание, да? Для него это, ну, более, как бы, болезнь. Вообще, я могу подать на вас суд, да? За то, что вы, там, знаете, что у моего ребенка такая особенность, вот. Вот, на него кричите, как бы. Вот. То есть тут, как бы, нужно обязательно защищать свои права. Свои права в любом случае. А, смотрите, какая история. Почему ребенок не хочет идти в школу? А, почему ребенок переживает из-за школы? Так вот. Так. То есть это тоже достаточно важный момент. По какой причине ребенок переживает настолько сильно из-за школы? То есть у него, что, у него, у него нет друзей, у него какие-то проблемы есть с общением, с взаимодействием. Вот. Ну, взаимодействие, я имею ввиду, с своими ровесниками и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Или что? Почему он так переживает из-за школы? С этим тоже нужно поговорить. Ну, об этом тоже с ним нужно поговорить. То есть вне зависимости от того, что там произошло, вне зависимости от этого. Школа это не то, из-за чего стоит переживать. Тем более, если у ребенка есть какие-то особенности, да, которые, ну, вот, например, как вы говорите, неврология, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, там, от этого зависит, ну, от этого зависит, наверное, здоровье вашего сына. Я, конечно, не знаю, что именно у него, у него там, по неврологии, но, тем не менее, да? Вот. Дальше. Смотрите, какая история получается дальше. Вы говорите, что ребенок не переносит крики, да, у него начинает болеть голова. Соответственно, откуда это? Из семьи. То есть я, опять же, конечно, не знаю, но, знаете, как, скорее всего, в вашей семье, да, вот, в вашей семье были какие-то обстоятельства, по которым, ну, вот, травмировали его настолько сильно, что ребенок видит угрозу для себя в том, что на него там кто-то кричит, там, или... что-то происходит, и с этим тоже нужно работать ребенку. То есть ему необходимо, ему желательно бы с детским психологом, да, поработать на эту тему. Вот. Тут, опять же, коллега прав, потому что, ну, как вы понимаете, да, что, даже если, даже если завуч не брал, да, то все равно оперировать тем, что, ну, у ребенка есть какие-то проблемы с здоровьем, нельзя, потому что это его уже простимулирует к тому, чтобы либо чувствовать себя неполноценным, вот, либо подсознательно использовать, вот, свою болезнь как способ, как средство для того, чтобы добиваться каких-то своих целей. вот. То есть, если есть проблема, то проблему можно решать, и чем быстрее вы ее решите, тем лучше будет для вас и для ребенка. Ну, это, опять же, не отменяет того факта, да, что, значит, ну, того факта, что извиняться все равно нужно, если он что-то сделал не так, и не нужно, если он что-то сделал нормально. Здесь вот ваша позиция, она тоже не выглядит, на мой взгляд, полностью адекватной, потому что, ну, вы по факту, по факту, что происходит? По факту происходит то, что вы, ага, пригласили ребенку извиниться за то, в чем он изначально считает себя не виноватым. Вот. И мне кажется, что, ну, опять же, как сказал мой коллега, да, что нужно выслушать версию учителя, вот. Но нужно все-таки служить для своего ребенка, для ребенка дороже, и если вы доверяете своему ребенку, если вы, как бы, верите ему, если вам важнее его доверие, то лучше прислушиваться к нему и не заставлять его унижаться, по-моему, 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 ну, для подростка это, это болезненно, знаете, это уже не маленький ребенок, который извинется и забыл, что для подростка это может быть очень болезненно. Вот. И вот здесь вот ваша позиция, чтобы он извинился, да, она выглядит несколько странным. То есть, какую цель вы преследовали, да, уговаривая извиниться, вот вы говорите, ребенок себя виноватым не считает, он так уступил моим братом, мне согласилось извиниться. А для чего? Зачем? 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 Чтобы... Чтобы что? Чтобы что? Что от него откажут, с ним заниматься не будут или что? Знаете? Вот. Это такая хорошая поговорка. Лучше пусть у учителей человек будет в немилости, чем он будет в немилости у общества, у своей группы и у своих сверстников, а также у самого себя. Знаете? Вот. И вы здесь опять же определите, с кем таковы, ну, чего хотите. Знаете? Вот. Если ребенок говорит, что он не виноват, тогда стоит ему извинять. Знаете, если он все время будет вступать в конфликт, да, если он все время будет вступать в конфликт, все время, но об этом много людей будут говорить. Много людей будут говорить о том, что он вот такой вот, что он вот, ну, какой-то такой, сикой, что он вот конфликтурует все время. Ему от этого не уйти. Но один раз, один раз, один раз, тем более, если он сказал, если он сказал то, что он сказал. А за что, извиняюсь. И здесь вот вопрос. Какой стимул у вас ребенка мотивировать на унижение, унижение, да? Если вот, я надеюсь, вы уловили, вы уловили, я надеюсь, как бы это сказать, грань между тем, когда стоит извиняться и когда нет. Вот. С какой целью вы стимулируете ребенка на это? Вот. Вот это важно. Может быть, может быть, в этом и есть причина его, скажем так, болезни. В том, что он делает то, что ему не нравится делать, он делает то, что ему не хочется делать. Вот. Может такое быть? Вполне. Вполне. Вот. Вот почему вы против 17-летнего мальчика измениться? Он уже достаточно взрослый, того, чтобы сам, вообще, самому, вообще, решать, что он будет делать, как, чего, и перед кем там будет извиняться и т.д. По факту его характер уже сформировался. По факту. То есть это уже либо конфликтный, либо не конфликтный человек. Вот. И если он не стеснялся в этом, то так и нужно оставить. То есть у меня вопросы к вашему, к вашему воспитанию. У меня вопросы вот по поводу того, как вы его воспитываете. Вот. У меня вопросы об этом. Про это, точнее. Вот. Ага. Я думаю, что это вот отдельная тема, которую, ну, о которой вам нужно самой, может быть, проконсультироваться с вашим наследством, с психологом. И последний, пожалуй, момент, да, последний момент, это момент с отцом. То есть по какой причине такие важные вопросы, да, решаете с ребенком вы, а не отец. То есть это все должен решать отец с ребенком своим. То есть ребенок не должен, а отец должен. Это задача отца. Учить своего, значит, сына, да, вот, вести себя, ну, скажем, правильно в таких ситуациях. Это задача отца. Отца? А где отец? Непонятно. Да? Если отца нет, то, соответственно, нужна другая мужская фигура. Это значимая для ребенка, чтобы она, фигура, фигура мужская, помогала мальчику справляться вот с такими трудностями. Вот. Потому что вы, как женщина, вы, ну, не всегда можете адекватно отреагировать на это. Вот. Я ничего против вас не имею. Я считаю, что вы максимально корректно себя ведете в этой ситуации. Вот. Но все же у вас есть определенные ограничения. Вот. И против этих ограничений вы пойти не можете, ну, просто потому что вы женщина. Вот. Есть вещи, которые только мужчина может донести до своего сына. Ну, понятно, понятно, что не каждый мужчина, да, понятно, что мужчина, он тоже мужчина, мужчине родинской. Бывают разные мужчины и разные отцы. Вот. Но, тем не менее, вы всему, всему своего сына научить не сможете. Вот. И извинения, если, по-второму, не считает себя виноватым, это далеко не лучшее решение. То есть, его нужно спросить. Вот ты не хочешь извиняться, да? Окей. Своё право не извиняться. Ты осознаешь последствия, которые будут после этого? То есть, ну, что будут за последствия? Вот. Ну, и он, например, соответственно, там, скажет, да, я понимаю последствия, там, и так далее, и так далее, и так далее. Всё. То есть, приучать ребёнка к ответственности, значит, помогать ему быть более адаптированным к жизни. А значит, исключить возможность вот таких вот ситуаций. Понимаете? Когда у него болит голова, когда он волнуется, когда он не ест, не спит, и так далее. Всё это. Вот. Ну, надеюсь, вы меня услышали. Понимаю, что я говорю, в общем-то, наверное, не очень приятные вещи, да? Для вас, для вас не очень приятные вещи. Но, тем не менее, надеюсь, что вы меня услышите. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!